Многие вообще не знают, что мы живем на территории древнего Сарматского моря. Все говорят, вот там дома из камня ракушечника построены. Что такое камень ракушечника? Это как раз привет от Сарматского моря. Знали ли вы, что Ставрополь расположен на территории древнего моря? А о том, что на этих землях когда-то жили древние народы, скифы и сарматы, проникнуть в таинственный и загадочный мир прошлого, существовавший миллионы лет назад, и соединить воедино древнейшую историю с современными образами Ставрополья можно в мастерской керамики Анны Багдасаровой. Мне нравится заниматься совершенно разными стилями. Я все-таки еще в начале этого пути относительно, и мне нравится пробовать, экспериментировать. Но одно из моих любимых направлений мастерской – это керамика из серии «Легенды Сарматского моря», которую мы создаем, вдохновляясь нашей скифо-сарматской тематикой. И мы объединили это культурное наследие скифо-сарматское и чуть-чуть его продолжили на территорию всего Сарматского моря. То есть это такая, скажем так, историко-географическая рамка, в которой мы вдохновляемся тем, что имеем образами, мифами, какими-то орнаментами. Мы сотрудничаем с музеем про зрителевое право, и они дают нам спасибо огромное, доступ к каким-то материалам. И мы все это осваиваем и воплощаем в керамические изделия. Мастерская существует относительно недолго – около шести лет. Началось все с хобби, которое впоследствии переросло в профессию. Первыми работами стали ходовые предметы – кубшины, музейные сосуды и фирменные тарелки с оленями. Ну вот одна из тарелок осталась сейчас еще в наличии такая. Образец – это вдохновились оленям, которые есть как раз на сосудах в нашем музее, на таких красивых сарматских. Олень – это вообще очень интересный мифический образ у многих народов и у скифов-сарматов в том числе. Это проводник между Нижним и Верхним миром, то есть, по сути, это посредник между поколениями. Вазы, курильницы, столовая посуда – фигурки окаменевших животных, некогда обитавших в Сарматском море. Все эти керамические изделия ручной работы наглядно демонстрируют развитие цивилизации на территории Ставрополья. Очень красивые донии у этих сосудов. Изначально это ритуальные сосуды, которые использовались для воскуривания трав при обращении к богам. И вот эти крестовидные донии, они совершенно разные, их огромное многообразие. И в музее можно посмотреть. И мне очень нравится именно этот элемент использовать как такой узнаваемый штрих для сувенирной керамики Ставрополя. Кстати, орнаменты курильниц никогда не повторялись, что означает, что создавались они под разные обряды и задачи. Сегодня их задачи поменялись, но все равно остаются важными. Например, такой самобытный сувенир станет отличным напоминанием о Ставрополе. Динара Финдива, Максим Квитковский, АТВ Ставрополь.